Всем привет, дамы и господа! Наверное, нужно объясниться, где мы пропадали целую неделю, а мы были под санкциями. Дело в том, что, как выяснилось, мы, а точнее, окологосударственный интерфакс, а вместе с ним небезызвестный институт, которым руководит небезызвестный академик, фамилия которого начинается на Г, обвинили одного из отечественных разработчиков модного препарата от модной болезни в неэффективности. Мы просто рассказали об этом в эфире, за что были биты и лишены Ютьюбом права голоса на 7 дней, ну, типа, за распространение недостоверной медицинской информации. Сегодня, слава богу, срок санкции истек, и мы снова в обойме со мной, вы увидите завтра, а я передаю слово Юле. Юль, твой выход. Если раньше русский пи*** подкрадывался к нам незаметно, то в последнее время он все чаще бежит к нам с распростертыми объятиями. Ну, чем? Казалось бы, чем нас можно удивить? А нет ведь? Открываешь новости, а там одна другой хлещи сидишь и думаешь, с какой бы стартануть. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Начинаем. 197 тысяч зараженных, и о ужас, среди них лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Сначала от СМИ тщательно скрывалась истинная причина плохого самочувствия политика, затем все-таки выяснилось, поставленные 8 прививок Вольфовичу не помогли. И, по-моему, это лучшая реклама отечественной разработки. А я и от обычного гриппа сделал. И каждый год делаю от обычного гриппа. Может быть, у меня даже перебор этих прививок. Вы не делали прививок, Вольфович? Да? Вы, по-моему, 7 прививок сделали, вы рекордсмен. 8 уколов за 16 месяцев? А это вообще нормально? Ну, как вы думаете, что нам скажут на это известные врачи? Бинго! Что зато ЛДПРовец перенесет заболевание гораздо легче, чем тот, кто не привит. Ну, дай бог, друзья, дай бог, ведь сеть-то уже взорвалась на тему похорон лидера ЛДПР, потому как СМИ пишут о крайне тяжелом состоянии пациента, а вот Минздрав утверждает, что все там пучком. Так что интервью Жириновского известному изданию, признанному иноагентом, так и не суждено случиться. В колонном зале мы с вами точно не встретимся. Ну, или не попрощаемся. А между тем, ученые в Америке нашли омикрон даже у оленей. Известно, что заражение произошло от человека, но животные имеют к нему устойчивый иммунитет. А вот для Homo sapiens такая находка может стать опасной в будущем, так как в организме оленя она может мутировать в новый штамм известного вируса. Теперь понятно, какими целями руководствовался Рашкин, пишут комментаторы. Он просто боялся распространения нового вируса. Но это, как вы понимаете, не точно. По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Именно так, пересмотрев Карлсон, на этой неделе подумал единоросс из Ярославской области Александр Бортников. Хотя, почему на этой неделе? Ведь свою нарколабораторию по производству мифедрона Саша открыл гораздо раньше. Это прикрыли его только на этой неделе. Причем прикрыли сразу на два месяца. А почему? А потому что на бизнес свой Бортников собрал все оттягчающие обстоятельства. И группу лица, предварительный сговор и особо крупный размер. Ну да, ну да, мелко плавать единороссы не умеют. Им все и сразу подавай. Вот Сашенька все и сразу и получит. Справедливости ради отмечу, что арестован Бортников был еще 18 января. Но 3 февраля по апелляции собирался выйти наружу. Все-таки дома его ждут и жена, и годовалая дочь. Но суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменений. Все-таки не каждый день удача улыбается настолько широко, что удается задержать настоящего депутата, читая сельского наркобарона, за плечами которого пряталось несколько килограммов готового продукта и тонны исходного сырья. Об этом упоминает газета «Коммерсант». Депутатом Александр Бортников стал в 2019-м, пошел от «Единой России», как и его влиятельный отец. В своей предвыборной кампании будущий единоросс обещал бороться и защищать. Правда, с кем бороться и от кого защищать не уточнил. А вместо этого на вопрос, чем вы тут занимаетесь, ответил. Бортников Александр Григорьевич. Чем вы здесь занимаетесь? Лицом ниже. На этой неделе, например, Минпросвещение заявило о том, что три четверти всех учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 76% школьных сотрудников получают меньше обозначенных почти 14 тысяч рублей. Я, конечно, понимаю, что существуют всякие премии, надбавки, но я не понимаю, как на это выжить. Хотя ответ на это есть у мурманского чиновника. На этой неделе вице-спикер Мурманской думы в ответ на жалобу россиянина на высокие цены посоветовал сравнивать их в разных магазинах. Пользователь соцсети попросил должностное лицо проверить с помощью контролирующих органов законность и обоснованность торговой наценки на базовые продукты, в частности, макаронные изделия, на что вместо согласия получил направление, в котором россиянину стоило бы двигаться. А именно в маркетплейсы. Так типа делает сам чиновник и таким же образом предлагает поступать и жителям Мурманской области. Короче говоря, одним словом, единорос. Что с него взять? Друзья, можете меня поздравить, я на днях вступил в Единую Россию. Там пирожки такие хорошие. Какие пирожки? Зачем? А вот это вы зря. На этой неделе российский президент на совещании судей похвалил их за достойную и самоотверженную работу. Правда, предварительно умолчав, что правосудие в России преимущественно карательное и в прошлом году, например, вынесено в два раза меньше оправдательных приговоров, чем в позапрошлом. Строгость применяется даже там, где необходимости в ней, в общем-то, и не было. Особенно явным это стало в последнее время, когда за каждое личное мнение россиян они оказывались на скамье подсудимых. Причем сроков давности высказанные заявления почему-то не имели. В Башкирии, например, решили выявлять террористов еще со школьной скамьи. На днях родители школьников получили на руки бумажки, по которым они должны были дать согласие на выявление у ребенка склонности к терроризму и экстремизму. И все бы ничего, но что за этим последует? Изоляция от общества? Смертная казнь? Тюрьма? Да нет уж, спасибо. Подписывайте свои бумажки сами и изучайте детей чиновников. Мы прекрасно понимаем, что речь тут идет не о реальных террористах, а о детях лояльных оппозиции, о тех, кто в будущем сможет встать на защиту интересов реальных соотечественников. Но это уже будет совсем другая история. Адекватность, помноженная на ноль. Когда все проблемы в России решены, приходит время заниматься нравственностью. Именно так и поступил депутат всея Руси Виталий Милонов. На этот раз борец ЛГБТ переквалифицировался в пророка и решил заглянуть в питерский бордель. Но-но, это не то, что вы подумали. Добрый вечер. Сударыня, сударыня, ну вы мне скажите, неужели две тысячи того стоит, а? Да-да-да-да, Виталий, в России деньги легко достаются только тем, кто у руля власти. Остальным приходится туго, а иногда даже и стыдно. Вы бы, уважаемые, поинтересовались, а кто эта дамочка? Может, это школьный педагог, получающий меньше, чем минимальный размер оплаты труда? Или мать-одиночка, воспитывающая, например, ни одного ребенка? Вы что, думаете, в бордель от хорошей жизни уходят? Вы бы на народ носой посмотрели, как они живут, что едят, в каких условиях растят детей? А потом бы нотации барышням читали. Или у вас, Виталий, другая цель? Уж слишком вы своим поведением напоминаете другого депутата по имени Владимир. Уж не на его ли место метите? Так я вам скажу, рано, рано вы губу раскатали. На момент записи программы Вольфович вполне жив, но не вполне здоров. Да и на его место уже пророчат Медведева. Так что вы бы лучше реальными делами занялись, да сосульки с крыш Питера вовремя убирали. А то я смотрю на бордели, время есть, а на своевременную чистку крыш нет. Странненько как-то это все. Да и популизмом отдает, причем не самым качественным. Но, надеюсь, с подачи Милонова его милая барышня одумалась и вместо малоприятного занялась много полезным. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Если нас больше не заблокируют, то ровно через неделю увидимся на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»